Приветствую вас друзья! На связи с вами Андрей Гончар. В этом видео уроке я вам расскажу как можно скачать с любого сайта видео к себе на компьютер. И вот на примере такого сайта Центр эндокринологии. Вот здесь, если мы посмотрим очень много видео, допустим вы хотите скачать все эти видео или какие-то определенные, которые вам понравились. Делать это мы будем с помощью одного сервиса, который называется SaveFromNet. Вот и для того, чтобы скачать видео с какого-то сайта, нужно просто скопировать адрес странички, где находится видео. Копировать и вставить вот сюда, в это поле. Вот видите, здесь написано укажите адрес, откуда нужно скачать файл. Так, вставляем сюда ссылочку и жмем на кнопочку скачать. Так, сервис проверяет страничку и сейчас вот видите потихоньку, по одному отображает все видео, которые находятся на этой страничке. Так, дождемся пока сервис проанализирует полностью все видео файлы. Все, у нас все видео подгрузились и что мы видим? Ну вот на этой странице, как видите, очень много видео. Все видео здесь подгружены, которые находятся вот на этой интересующей нас страничке. Так, что мы можем взять полезного с этой странички и как можем скачать отсюда интересующее нас видео? Так, во-первых, мы видим название. Вот здесь название. Тут на страничке название не было прописано, поэтому здесь отображаются только числа. Так, вот здесь у нас находится окошко, где можно совершить предосмотр видео. То есть мы жмем на кнопочку треугольничка для воспроизведения. И у нас открывается это видео, подгружается и воспроизводится. Чтобы свернуть это окошко назад, нужно нажать опять же по этому окошечку, где уже вместо треугольничка изображен квадрат. Нажимаем и у нас окно свернулось. Так, далее. Вот в колонке «Скачать» вот здесь мы видим формат, в котором мы будем скачивать данное видео. Здесь мы можем скачать только в формате FLV. Я потом вам позже покажу, как другой вариант скачивания, где можно скачать в других форматах. Вот. И если мы наведем курсор на FLV, то у нас, видите, справа появляется значок, вопросительный знак, где выводится некая информация о файле. Нажмем по вопросительному знаку. И вот у нас подгрузилась информация. Ну, тут у нас полезная информация. Это вот размер данного файла. То есть, какой будет вес файла, когда мы скачаем его к себе на компьютер. И вот здесь прописаны размеры видео, ширина и высота. Так, если мы нажмем назад по вопросительному знаку, информация сворачивается. Вот. И чтобы скачать данное видео к себе на компьютер, мы нажимаем на FLV. И все, загружка у нас вот пошла. Как видим, вот здесь у нас уже подгружается данное видео. Так, я отменю скачивание. Ну, я думаю, это вам понятно. Теперь я вам покажу второй способ. Давайте скачаем вот с моего блога. Вот в статье о вредоносных ссылках в теме WordPress. У меня вот здесь находятся два видеоурока. Давайте попробуем скачать их на компьютер. А скачать мы еще можем на компьютер, даже не заходя на сайт safefrom.net. Мы можем сделать вот такую манипуляцию. Вот здесь в адресной строке поставим курсор перед в начале адреса. И пропишем вот это savefrom.net. После этого поставим слэш и добавим http и два слэша. Вот, теперь нажимаем кнопочку enter. И у нас автоматически, вот автоматически у нас подгружается сайт safefrom.net. И вот, как видите, два видеофайла показываются на страничке. Как видите, здесь название уже прописано, то, которое написано на сайте. Мы видим длительность видео. И видим источник, откуда транслируется это видео. Тут сразу понятно, что это с моего, трансляция идет не с моего сайта, а с файла YouTube. Так, далее, такое же окошко для предосмотра. И кнопочка скачать. Но, если мы нажмем на кнопку скачать, то сервис нам подгружает, вот видите, форматы, в которых мы можем скачать данное видео. Мы нажмем на кнопочку еще и посмотрим, вот столько форматов предоставляет данный сервис. Ну, я вам рекомендую скачивать в формате FLV или MP4. Я сам пользуюсь вот форматом FLV 480. Вот здесь 360 и 240, здесь будет немного качество похуже. Ну, это уже зависит от качества самого видео. Так, ну и если мы нажмем по знаку вопроса, подгрузим некоторые данные и мы видим размер данного видео, ширину и высоту. И, кстати, почему я не рекомендую хранить видеофайлы на своем компьютере, потому что, как видите, размер этого файла довольно-таки немал. Причем длительность этого видеофайла всего 7 минут. Если мы посмотрим на второе видеофайла, где длительность 23 минуты. Давайте посмотрим такой же FLV 480. Вот, смотрите, здесь длительность 7 минут и вес 16 мегабайт. То, если длительность урока будет на 23 минуты, то размер, соответственно, больше 64 мегабайта. Это довольно-таки нормальный размер файла. Поэтому я всем вам рекомендую размещать свои видеоролики на каком-то видеохостинге. Так. Еще спасибо за внимание. С вами был Андрей Кончар.